Девушки отдыхают Вот так на него зарабатывать, ё-моё Иосифа Сиреновича, я вам перезвоню Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация А, вот так вот это называется, да? Онлайн-консультация Раньше это была просто порнушка на веб-камеру А сейчас это онлайн-консультация Класс, класс Ну я серьёзно, это была онлайн-консультация У врача, у мамолога Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь Телеграм-канале Сиськи на скорости, да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас Все больницы закрыты А врачи могут тебя По скайпу Консультировать А деньги ты этим врачам Тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю Это хуже А что, действительно больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки Но если у тебя проблема То врач может тебя проконсультировать онлайн Тут онлайн не получится Тут такая проблема, что надо ехать Коронавирус! Жопа напрягус А что это такое? Геморрой по-старому А это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа Вот там вот действительно Он кредит в долларах взял А у меня просто задница болит Все, дай почем Яна, ты в своем уме, ну ты чего? Ну, Пусть, ну пойми, что с геморройом тебя в больницу не примут У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса Вот скажи, ты кашляешь? Слава Богу, нет Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было А запах и вкус ты чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют Так, а откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю На карантине долго сидели, вот я и насидел Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу К мамологу А что у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь Яна, у меня нет проблем с грудью У меня есть только одна проблема С моей подружкой У тебя нет подружек Я про свою задницу Ах, господи, не знала, что вы дружите Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу И ты ему все покажешь Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать Ой, Егор, я тебя умоляю Ну тут ничего нет постыдного Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать А я не такой Что? Что? А ты вспомни, как мы с тобой познакомились Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась? И я поржала Как поржала? Вообще-то там просто ракурс неудачный был Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать Ну, короче, не важно Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу Да тебя без симптомов не примут Примут, если что, я им прямо в приемном покое, как кашляно Господи, да не выдумывай Да это ты не выдумывай Ну, о чем ты говоришь? Ну, какой онлайн? Ну, а если у меня, не дай бог, аппендицит То мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь? Ну, зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Лена! Подожди, 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 подожди секундочку Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да Но я же как-то курицу фаршировала Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы Ты сейчас не курицу, а то и индюшку показываешь А то и корову Ой, Господи, Егор, ну вот, ну вот Викусин мне рассказывал Что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу И ничего не стеснялся Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла Вот Саня и отбрехался К урологу он ходил Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай, давай свечку поставим, а? Ага, заупакуй мои жопы Да, да лечебную свечку Я тебе сказал, я не индюшка Я себя фаршировать не позволю Все, звони доктору Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот Вот так? Здравствуйте Я тебе помогу Не надо мне помогать Что? Не хватало еще Я понимаю партнерские роды, но партнерское лечение геморроя это уже слишком Ты как хочешь, а я в больницу не поеду, я боюсь заразиться Ну, допустим Допустим, если я даже позвоню А как он поймет, что я к нему на консультацию А не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать Для начала просто поздоровайся Скажи здрасте Я сейчас не смогу этим местом сказать здрасте Максимум Привет Да ртом, ртом На Добрый день Что вас беспокоит? Здрасте До свидания Ну, Егор! Я не могу Я... Ну как ты себе представляешь? Ну как я какому-то первому встречному поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия Ну что, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже? У него день рождения? Ну представь себе Куча друзей на большом экране Большими цифрами 60 лет И тут появляется на экране Она и говорит Привет Да не будет там никого На, все Звони Я не буду звонить Я могу ему рассказать Показать на пальцы Я могу рисунок нарисовать О, я могу сделать селфи задницы Ну типа она сама это сделает Такое же бывает И подпишем Анонимус Во-первых, это называется анонимус Я знаю, как это называется А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть Ну что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю Просто хорошее расширение видео Не надо мне ничего расширять Я хотела, как лучше Яна Ну Так, давай Забудем это все Мне легче Мне уже Ничего не болит Все хорошо Давайте смотреть телевизор Распьется решил что-то. Самое. Мы что посмотрим телек, да? Да-да-да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да, доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. Но в нашем первом сексе не было доктора. И я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здрасте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты к кому меня записала? И прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе, к стоматологу. Куда? Я сейчас, я сейчас быстренько все переделаю. Блин! К стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы, а что это ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Эй, Ян, я... Я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего это записывала, что ли? Хотя я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как Дзюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свое. Давайте выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Изведи, вон, смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Здравствуйте, доктор. Добрый день, чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Конечно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. Ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите, не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Нетфликс. Ну, че, как там? Как, как, как вам кверху? Послушайте, на самом деле, вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но все-таки вам придется сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему, дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на прием. Мое расписание есть на сайте. Вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы все это могли узнать и без видео. Подождите, а что, так можно было? К вам можно при... А... Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный. Еще какой заразный. Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. А-а-а! Все! Геморр, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему свое отношение к карантину. Ну, сейчас! Ну, я же сказала, утепленные дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фуксия? Вы что, не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить все. Да, весь район. Все, у меня вторая линия. Алло, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Спасибо. Нет, его нет. Нет, он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я еще буду? Ну, сегодня до семи. А, вообще? Ну, ты же как суд решит? Ой, Егор, ты будешь? Вы вернулись? Вернулись. Ну и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Фу, дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? А на мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? Во время ареста на мне ничего не было. Ну как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Что это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошел? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберемся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антуан. Подожди, а где Таня? А я ее уволила. За что? А было за что. Приперлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принес мне водки! Ё-моё. Сейчас мы разберемся. Ну-ка, сдрысни от себя два. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э, ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо-шо, педикюру Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор благоустрию? А что он должен красить? Да, шо угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут еще занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчиненные выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы еще ей декларацию в Инстаграм выложила. Я так и сделала. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на БУ. А из БУ даже перепост сделали. Черт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Черт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает, я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? Квина полгода вперед записывается. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Катя, мы там все все обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Вот. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто, кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума. Нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума, ты как вообще собираешься бойцам управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие еще бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо! Так, что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерии или лично вам? Дай сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО «Секс-шоп»? Девочки сами выбирали? Ты тура, что ли? А что вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой еще карнавал? Ну, как же бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках выходят? Ну, я же не для себя стараюсь. Так, черт с ними, с этими бойцицами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да, козел редкостный. Меня не интересует твое отношение к мэру. Меня интересует, ты с ним встречалась? Да, я с ним встречалась две недели. А что так долго? Я думала, это любовь, а он женат оказался. Я тебя просил встретиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормились, родной ты нас! Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберемся. Что-то еще? А еще? Еще она, она, она заправку! Да ладно! Так, все, я разберусь, я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие еще люди? Наши подписчики в фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан! О, подери! О, Господи! Подожди, ты сказал сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Медигага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни... Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни... А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот вымите и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... А, вот! Господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат! Там было 5 сомиков, 6 гупи и 8 мяченосцев! О, господи! Ого! Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они были седыми! Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала все о нас! А она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику! Подожди, а она не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия? Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга! Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе! У нас будет свадьба! И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова! Ладно, без Поляковой! Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму! Там безопасней! Это ж надо! Во время карантина все работают на удаленке! А кроме от слесаря! Ёк-макарёк! Ну ничего, наконец-то пятница! Я эту пятницу, как Робинзон Круза ждал! Иди ко мне, моя пятница! Пятница! Па, это ты? Твою мать, доча! Зачем же так пугать? Ты б сходила лучше куда-то! Замуж, например! Папа, как хорошо, что ты дома! Я не дома, меня нет! Это голограмма! Папа, я тебя так люблю, люблю, люблю! Денег нет! И не было! И не будет! Блин, папа, да при чём здесь деньги? Короче, помнишь, ты мне обещал, если я закончу на отлично школу, то ты исполнишь любое моё желание? Ну, допустим! Я закончила школу, ну, отлично! С тебя желание! Да? Уже закончила? Быстро как? Так, а, какое желание? Ты хочешь, что тебе, мороженое купить? Или прокукарекать из-под стола три раза? Нет, пап, я хочу, чтобы ты снял видео для ТикТок! Тыц-пердыц! Это шо ещё такое? А, это, это твоя сексуальная сеть! Социальная! Ну, а я что сказал? Ну, давай, сниму это видео, давай телефон, сейчас тебя сниму, как он включается! Да нет! Я хочу, чтобы ты снялся для видео на ТикТок! Я? Ты чего? Я совсем с дуба рухнула! Я на видео! Нет, нет, это ты должна быть такой прямо отличницей! Отличницей круглой! Шо, прямо ни одной восьмёрки? А девяточка, может, хоть одна? Все двенадцать! С тебя желание! Господи, в кого ты такая уродилась? Отец у тебя вроде нормальный! Ну, хорошо! Хорошо! Папа сказал, папа сделал! Так, давай, договоримся! Через час встречаемся на этом месте и записываем видео! Папа, ты через час уже будешь спать пьяный! Откуда ты знаешь? Я твоя дочь! Чёрт! Слушай, Яна, устал я так за эту неделю, мне шеф всю неделю мозг тиктокал-тиктокал и так за тиктокал! Папа, ну пойми, что это сейчас такой тренд, чтобы родители снимались в видео для тикток! И я хочу хайпануть! Что ты хочешь? Хайпануть! Яна, ты, конечно, взрослая девочка, уже школу закончила, но я не советую! Мне вот на работе тоже предлагали хайпании, хайпании, ха-ха словишь! А я не то, что ха-ха не словил, я такой тупняк отловил! Сидел и смотрел два часа на сварку! Без маски! С закрытыми глазами! Отпустила только, когда шесть сникерсов сожрал! Папа, да ты не понял! Хайпануть – это значит вызвать много шума! Так ты знаешь, какой шум там поднялся, когда узнали, что мы всем цехом хайпанули! Пап, ну я хочу залететь в реки! Ты спердыц! Слышала б тебя твоя мать! Твою мать! Мы с твоей матерью, как пчелки, вокруг цветочка летаем! Чтоб ты вот эту школу закончила хорошо! Чтоб в институт хороший поступила! Она залететь! О, горе мне, горе! Папа, залететь в реки – это переводится как «попасть в рекомендации», чтобы ТикТок твое видео предлагал всем! А я тебе другое предлагаю! Сейчас папа даст тебе 500 гривен, и ты от папы отъедешь! Папа! Да? Ну, короче, если наше видео на ТикТок будет популярным, то мы сможем еземесячно зарабатывать по несколько тысяч долларов! Что надо делать? Короче, смотри! Нужно повторять за людьми на видео! Просто повторять? Просто повторять! Ну, давай! Смотри! Папа! Папа! Ну? Господи, этот мир окончательно тиктокнулся! И ты, Яночка, вместе с ним! Нет, Яна, я в этом участвовать не собираюсь! Папа, да блин, ну это же обычная песня, и Пикачу – это просто покемон! А я обычный слесарь, а не покемонафил! Папа, ну тут не о том, о чем ты подумал, поется в этой песне! О движении! Это не о чем я подумал! Вот это, вот это, вот это, вот это! Ну, пап! Что, пап, того, кто вот этот вот придумал Пикачу-чу-чу, надо отвезти к врачу-чу-чу! Ты просто бумер! Я человек, проживший в браке 25 лет! И если твоя мать увидит, что я там на видео кого-то хочу-чу-чу-чу-чу, она оторвет мне мой Пикачу-чу-чу-чу-чу! А он мне нравится, я с ним жить хочу-чу-чу-чу-чу-чу! Папа, ну зато будет миллион просмотров! Тем более нет! Ты просто боишься! Я не боюсь! Нет, ты боишься! Я никого не боюсь! Дядя Палик, он сделал свою страничку на ТикТоке и снимает видео! Дяде Павлик у кардана от КамАЗа на голову упал! Он с животными разговаривает! А вот дядя Саша снялся для своей дочки! Дядя Саша нажрался, как скотина, на ноги встать не мог, вот и попал в ТикТок! Зато 4 миллиона просмотров! Значит, 4 миллиона идиотов! Это посмотрела! Он, дядя Миша, снялся в ТикТоке! Что, полиция приехала, забрала, сидит человек! Это было не ТикТок! Это было Магнолия ТВ! То же самое! Значит, сниматься не будешь? Не буду, конечно! А я твоя любимая идицинная дочка! На меня это не действует! Папа, ты мой любимый папа, я тебя так люблю! Я как кремень! Ты сам лучший папа в мире! Ладно, ладно, только перестань! Угу, хорошо! Все, приготовься на раз-два-три! Давай! Раз-два-три! Ходит! Ну, уй, 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 от меня отставь в покое! Пап, ну не знаю, это как-то безэмоционально! Потому что... Потому что у меня с твоим покемоном не по любви! Твоего Пикачу-чу-чу-чу-чу! Я просто не хочу! Чу-чу-чу-чу! Пап, ну блин, не хочется рисовать, но... Ну давай что-нибудь другое! Что другое? Ну вот, например! Три-ва-дин! Погнали! Обычно мяукни! Мяукни! Секси-мяукни! Мяукни! Мяукни как робот! Мяукни! Мяукни как мальчик! Мяукни как крутой! Мяукни! Классно! Я сейчас не понимаю, почему я слесарь шестого разряда! Шестого разряда! Должен мяукать! Ну, просто это такие условия для всех, кто снимается в этом видео! А есть ли условия будет, что надо будет дзюрить в тапке, как коты? Я что, тоже должен буду дзюрить? Они бы сейчас пели не мяукни, а пукни! Обычно пукни! Пукни как робот! Пусти шептуна! Ну, вообще-то такое видео уже есть! Три, два, один! Обычно пукни! Пусти шептуна! Подливай пукни! Пукни как робот! Пусти шептуна! Выключай! Пукни как... Господи! Чё? Оно на словах не так воняло! Это... Это какой-то ужас! Я раньше думал, что в порнухе сняться, это стыд и срам! А сейчас я думаю, что там хоть какой-то смысл есть! Па, ну иди сюда, посмотри ещё одну! Смотри! Вот! Нормальный человек, вот в этом участвовать, не будет никогда в жизни, ты это понимаешь? Ты уверен? Бедный Горбунов! Это его брак так испортил! Это его Катя совсем заинтеревьюировала! Окей, окей! Я сейчас что-то в тренде посмотрю! Вот эту вот вашу тик-ток, надо было назвать толчок! Столько дерьма, и никто ж за собой не смывает! Во, вот эту, посмотри! Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку, позочка один, делай фоточку, вот я на корточках скорчила мордочку, делай фоточку... Знаешь, что, Яна, я сейчас позвоню тёте Тамаре, она придёт, тебе яичком по голове покатает, и ты сразу почувствуешь, что тебе легче! Ну, папа, ну блин, ну это же прикол! Я не понимаю, вы что, в 20 лет вообще не прикалывались? В 20 лет я уже с мясокомбината выносил по 10 палок колбасы в одной штанине! По приколу? По какому приколу? Чтобы выжить хоть как-то! По приколу! Ну у вас хоть какие-нибудь челленджи были? Были у нас челленджи, чего не было? Турбо-челлендж! Пришёл человек с жвачкой турбо, пожевал, передал другому, тот пожевал, тот передал другому, и вот если через три дня к тебе твоя жвачка вернулась, ты победил! Не будешь снимать? Конечно нет! Моя твоя любимая дочка! На меня это не действует! Ты мой любимый папа! Прекрати сейчас жилу! Ладно, давай, ё-моё! Давай, ты готов? Раз, два, три! Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку! Папа, скорчить мордочку нужно было в конце видео! Да у меня позвонок вылетел, блин! Так всё, отстань от отца! Отстань от меня, не трогай! Папа, это просто какой-то пипяу! Что, видно, да? Ё-ёй-ёй-ёй! Говорил маме, за шеей ты эту дырку! Чуть свой пипяу на весь тикток не засветил! Ой, мама! О, мама пришла! Пускай вот она тебе вот эти вот козочек делает! Всё, отстань от меня! Эй, гайз! Ты чувырла, сутулая! Ты кого гайзом назвал? Я натурал! Папа, господи! Ты Женя, мой парень! Он просто с тобой поздоровался! Так и скажи здрасте, Егор Леоргиевич! Ну чё, ты запилила видос со своим молдом? Хочу угарнуть! Эй, неси тазик, быстро, быстро! Зачем? Ну он угарнуть хочет, держи, держи его! Папа, угарнуть, это значит поржать! Так так и говори! Поржать! Слушай, сори, просто у меня папа сегодня постоянно бомбит! Чего постоянно? С обеда только! Хорохой суп в обед был у нас! Папа бомбит! Это означает нервничает! Вот я вот это вот нервничаю из-за ваших вот этих разговоров дурацких! Тик-токовских! Тик-токовских! Кек! Ты кекнуть хочешь? Вон, вторая дверь налево! Не стесняйся! Папа, кек это ироничный смех! Ха-ха-ха! Ха-ха! Вот! Вот это ироничный смех! Кек! Ну короче, если нет видоса, я тогда ливну! Так вот сейчас он про туалет говорил же! Ну, ты бы к доктору сходил! Недержание в таком возрасте это плохой звоночек! Папа, ливнуть это значит пойти, выйти, отойти! Так вы можете на землянском говорить! Вы на своем инопланетном клокочите, ничего же не понятно! Лол! Короче, ты пока тут со своим бумером агришься, я уже запилил видос с матушкой и хочу расшарить его на весь тик-ток! Смотри, угарнем сейчас, а? Меня тут кто-то слышит! Нет, да, хорошо! Я тогда пошел в туалет! Ливну, поагрюсь и кикну! Слушай, ну какой крутой видос! Как ты уговорил маму переодеться? Просто мои предки, продвинутей твоих! Угу! Что ты сказал? Я говорю, что вы старомодный! Я старомодный! Слушай, ты, челик, бери свой девайсик, пошли запишем видос и все обкекаются! Я все правильно сказал? Ну, почти! Давай, только одень что-нибудь нормальное! Пошли снимать! Я хочу угарнуть с этого! П용и, бери, бери! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 50 тысяч мне в салон нужно Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее Еще красивее? Яна? Тебе красоты уже вложено на Гелендваген Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, 12 гривен Кардинальное изменение Можешь один день вот так носить, второй день вот так Вот разные цвета, разное настроение Ты всегда классная, ну? Ну, Егор, ну я серьезно Серьезно? Окей, гугл Паранжа, купить Киев Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Уродина! Ну, 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 уродина Ну, не на 50 же тысяч, ё-моё Я все понимаю, конечно, но На 50 тысяч просто много чего полезного можно купить Можно, например, над Киевом полетать на вертолете 4 раза Можно в казино сходить, ну, правда, один раз Можно по Киевскому парку без маски прогуляться 3 раза Ладно, ладно, рассказывай, а что ты там уже хочешь? Вот я небольшой списочек составила Значит так Я хочу Сделать себе губы А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну у меня просто нет губ Нет губ? А вот это вот Что это такое? Что это такое? Нет, ну, ну это обычные губы А я хочу губы, как у Ленки У Ленки губы, как у перепуганного лося Ну, правильно Потому что она дурочка Я же хочу пойти в дорогой салон Уколоть гиалуроновой кислотой А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон И уколола там коллаген А он расплылся по всем губам И все, она уже месяц разговаривать не может Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука Главное что? Главное со мной на охоту тебе не ходить Потому что, ну и у Петровича сейчас со зрением не очень Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет Нет, ну слушай, ну гиалуроновая кислота намного лучше И тем более через две недельки мы сможем с тобой целоваться Ты что, я не смогу вытерпеть две недели Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу А лучше целую семью пчелиную Они тебя покусают Ты придешь к подружкам и скажешь Я красивая Нет, ну слушай, ну пчелами я не хочу Ну тем более это больно А вот гиалуроновую кислоту Можно ее хватить на два месяца А потом что? Все? Отпадут? Нет, ну потом повторная процедура А повторная сколько стоит? Столько же Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой Х5 Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо Кстати, об этом Я хочу выщипать брови А что с бровями не так? Я не понял Ты что, проспорила? Нет Ты хочешь прийти и сказать Ааа, у нас тут радиация Нет, Егорушка, они просто слишком густые Да? Угу А, да, точно Вон подосиновики Подберезовики Ёжик яблочко понес Ну я серьезно, просто, ну блин, ну с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну ты представляешь себя без бровей вообще Так я не буду без бровей, я их нарисую То есть Эти ты уберешь А новые нарисуешь Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство Давай я тебе подарю разукрашку Краски Ты будешь себе рисовать брови, усики Пресс Можешь хоть дорожку к тёще нарисовать, пожалуйста Блин, Егор, ну я не просто нарисую, я сделаю татуаж Чтобы он подчеркнул мои красивые глаза Что все говорили, как муж меня любит Давай я тебе фингал поставлю Люди посмотрят и скажут Смотрите, как муж ее любит Бьет, значит, любит Кстати, по поводу глаз Я хочу себе линзы цветные, красные Господи Яна А давай мы тебе просто глаза вытащим А там новые нарисуем Эй, я вообще пошутил, алё Слушай, но красные глаза Это же так сексуально Яна Если я в потемках увижу тебя С красными глазами Еще и без бровей Я обосрусь У меня просто Может выработаться рефлекс Как у собаки Павлова Я буду тебя вот так вот видеть Все, бомболюк будет открываться И капец Какой секс, ты что? Ну можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи Блин, ну Егор, ну пойми Ну сейчас очень модно удлиненные реснички Ну у тебя нормальные среднестатистические ресницы А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили О боже, какие у нее удлиненные реснички И шо? Егор, ты не понимаешь Я так сразу и сказал Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике Ее так не видно Ах, на копчике Так может если ее не видно Может ее оставить в покое Пускай она живет своей родинковой жизнью Она же на выборы не ходит Мусор за ней не надо выбрасывать Нет, ну смотри, ну просто когда я фотографирую попу Я вот вижу эту родинку И она меня смущает А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть Она у меня поправилась или похудела А эта родинка меня бесит А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них стопеньки? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы Ты же завивку позавчера сделала Егор, новые губы, новая прическа Слушай, давай тебе закажем пересадку головы И все проблемы решатся Я опять пошутил, ты чего? Ну что хотя бы вакуумную чистку лица сделаю А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь Это такой аппаратик, его вот так вводят по лицу И он высасывает грязь из пор Вон пылесос новый купил 2000 ватт Бери, высасывай, что хочешь Заодно губы увеличишь Сам себе что-то увеличь Он не увеличивает, я пробовал Жаль Ладно, ладно, давай посмотрим Что там у тебя еще Змеиный массаж Что, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реально И смейки такие маленькие Их на спинку кладут И они так делают массажик Так назвали это Встреча твоих подружек И все Так, антицеллюлитный массаж Ягодиц за тысячу гривен Да, да Зачем тебе за тысячу гривен Если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу Чтобы у меня был целлюлит И еще хочу делать Омоложение кожи Яна Давай тебе закажем Перетяжку кожи Смотри За две тысячи Диван сделали Стоит как новенький Мне иногда кажется Что он улыбается Ну можно хотя бы Ну хотя бы Фишпилинг лицо Можно? Что такое фишпилинг? Это фишмаком возюкают по морде что ли? Что это? Нет, ну это просто вот В аквариум лицо окунаешь И маленькие рыбки тебе обгладывают Твою кожу Давай я тебя возьму с собой На рыбалку Ты опустишь голову в речку А раки тебя заодно и подстригут Ну? Ну можно хотя бы я Пирсинг на сосочки сделаю Что? Это еще тебе зачем? Ну короче Я читала в интернете Что это сейчас очень модно Такой вот делаешь здесь крючочек И вешаешь разные брелки Брелки Я? А? Да? Ты такая у меня классная С тобой можно сходить на рыбалку Даже не выходя из дома Это как? Берешь твою селфи-палку Вот так вот На нее крючок Сосочка Потом оп Закинул Вытаскиваешь А у тебя ж губы Как у перепуганного леща Поймал леща Поцеловал Отпустил Поймал Поцеловал Отпустил Класс Привет соседи Здорово Здорово Егорчик Ян Слушай Я тут хочу омолодиться Дай 2 яйца Я надеюсь куриных Господи Егор Ну конечно же куриные А тебе для чего? Ну хочу масочку сделать Я с глиной размешаю На лицо положу Оно конечно повоняет немножечко Но через 3 часа Я прям принцесса Янка Смотри какая у тебя классная подруга 5 гривен И ты принцесса Вика Оставайся у нас жить Янка собирай вещи Да шучу я господи Люблю ж тебя Люблю Ян Ну ты можешь мне наконец объяснить Какого хрена мы перлись через весь город По пробкам Вот сюда вот Бусь Короче Я подумала Ты когда думаешь Это обычно чем-то стрёмным заканчивается Буся Мы уже с тобой вместе Целых 5 айфонов Ну в смысле целых 5 лет И мы с тобой так сказать уже прям семья Странная логика Ну ладно А учитывая что мы с тобой уже как бы семья То у нас должна быть такая новогодняя традиция Пхаться куда попало по пробкам Классная традиция Буся ты знаешь как я люблю фоткаться Да блин кто ж не знает Все ж видят твой инстаграм Вот она я проснулась Вот она я покушала Вот она я накрасилась Вот она я сфотографировалась А вот я фотографирую как я фотографируюсь Слушай Янка я уже начал закрываться в туалете на две щеколды Боюсь что ты меня вот это вот там сфотографируешь И запостишь в своем инстаграме с подписью Это мой Буся он срекает Буся ты что с ума сошла Я что совсем тютю что ли Ну какой пост Максимум сториз Буся Ой мы же еще здесь не сфоткались Давай Улыбайся Буся Началось Блин лучше бы вакцину от этого селфи вируса придумали Блин Я и Буся в фотостудии Я и Буся? А так вот что мы сюда приехали Так а нафига мы аж сюда перли Что мы дома не могли это сделать Буся ну у нас будет семейная фотосессия Ты чего? Семейная фотосессия Буся я хочу чтобы у нас остались воспоминания об этом году Да У меня прям был офигенный год Его хочется запечатлеть на фотопленку Буся ну что это все бу 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 Ну это же модно Все что у тебя модно Обычно это полная хрень а кого это кэндр на фотосет занесло это кто это фотограф я не понял а шо фотографов натуралов на земле больше не осталось кто это такой симпатяшка какая харизма какой типаж я сейчас твой типаж на харизму натянул привет бусин я эндрю можно просто дрю и она поехали домой пока кто-то тут кого-то не вздрючил поехали ну ты чего ну подожди но эндрю это очень крутой фотограф понимаешь крутой фотограф блин я уже скучаю по этим пляжным фотографом с зенитами и обезьянкой на плече пусть пойми что эндрю это реально очень классный фотограф у него сейчас будет супер-пупер съемка для очень крутого журнала с 50 голыми моделями они тоже здесь будут нет у тебя есть жаль ну смысле я рад хорошо мы тоже будем голыми нет конечно а мы для какого журнала сниматься будем голые смешные нет пусть у нас будет просто семейная фотосессия семейная фотосессия времени мало с чего начнем ой короче у меня есть такие идеи смотри давай наверное начнем в свитерах с оленями amazing чего с какими оленями но свитера я на мне в жизни хватает оленей на дорогах полно оленей в кабмине вот это вот который карантин принимают тоже олени локдаун вели тоже олени хорош слышь хорошо давай по-другому смотри мы на фоне елочки значит я такая в этом платьице как игрушечка на елочке а ты рядышком зайчик нет нет я сказала не буду зайчиком вы хотите можем вас поменять как она будет зайчика моя в ее платье нет буся будет снеговичком а яся будет зайчиком и зайчик будет грызть морковочку снеговичка я на это какой-то фото порно нет ну это его такое видение понимаешь слушай мое видение давайте засунешь себе поглубже свою морковку и сам себя сфоткаешь вот такое у меня видение мусечка не волнуйся так у меня вся морковочка мытая блин я вот понимаю что он говорит про обычную морковку но у меня уже мозг неадекватно это воспринимает быстро послушай ну давай вернемся к изначальной идее смотри значит я в платьице ты рядышком будешь в зайчике а вечером я оденусь костюм снегурочки и что ты думаешь меня это соблазнит я обмажешь сливками сгущенка вареный договорились ты можешь завести ой яся он у тебя такой олдскульный вот и не представляешь что он дома делать во что надевается как мы фоткаемся а здесь видите стесняется фоткаться я знаю это все из детства наверняка его кто-то криво сфотографировал на утреннике все травма на всю жизнь это полная хрень какой симпатичный зая тебя вообще никто не спрашивал короче ты прям вообще как зайчик из плейбоя вау только надо хвостик поправить да я этот хвостик еле впихнул туда блин так ну что приступим становитесь к елочке яся ты в лу а буси в пул нет 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 точно оборот а буйся в лу а яся в пул слышь давай я сейчас в е и ты в срек он имел ввиду что я верхний правый угол а ты верхний левый угол так что так нельзя сказать шули даже долго ну что давайте работаем работаем так слышу шум даже в фотоаппарат не смотрит лучше супер профессионал все хорошо только сайя какой-то немного зажатый то потому что у за и морковочка зажалось немножко блин ну будут классные фотки ты потом еще сможешь это своим внукам показывать яси еще две минуты в этом костюмчике постою можно и о детях забыть да зая ну выдави себя улыбочку еще как давану ты задохнешься у меня буси а улыбнись не улыбнись хорошо тогда я продлеваю еще на час фотостудию пока ты не улыбнешься другое дело другое дело отлично отлично все хоррэ я закончил я пошел куда 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 а теперь дай мне больше секса тебе да пусть а пусть а вот он имел ввиду что страсти страсти в глазах страсти я что говорю больше секса дай мне больше секса тебе больше жрать надо они секса весь истрепанный уже ну попробуйте получится выдавить себя секса ну выдави ну выдави секса чуть страсти страсти отлично супер супер я пошел что если подождать теперь делайте вид что вы целуетесь вы целуетесь как будто вы целуетесь да только ты типа и целуешь ясечку а смотришь на меня губки на ясечку глазки на меня губки на ясечку глазки на меня больше 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 отлично еще москва я уже у меня щас челюсть заклинит все хоррэ отлично не волнуйся за если что не так я тебя потом от фотошоплю что ты со мной сделаешь пусть а господи он потом мой исправить фотку на на компьютере так так и говори на компьютере у нас еще остался один образ какой еще образ петух овца волк кто нет бык кто бык слышишь ты бычок с рогами чего это бойся короче следующий год это жгут быка и мы так чуть подумали что короче ты типа бык а я твоя целочка как она хрена костюм одевать и так понятно что моя тёлка ну быстро пожалуйста он типа шо снимать будет как я тебя семеняю а у тебя бычок с норовом ясечка я совсем забыл ты же хотел его еще один костюмчик нарядить елочкой слушай давай без этого ну реально он нервный то еще возьмется и твои шарики разобьет слышь я какой ты говоришь там год следует тогда вот это шо шоу такое будет короче ну просто она прокат не было костюма быка была корова и короче мы с эндрю подумали что эти вот и коровы а я тебе буду доить это вы с эндрю придумали да а мне кажется ты это сама придумала как только со мной познакомилась пусть короче ты стоишь вот а я тебе короче за сосочки дергаю ну ты так у меня первый айфон выдурила ну что сделаем пару снимочков может быть да да не я не буду в этом всем сниматься ладно немножечко один снимочек как она тебя дует и все слышишь я бандосом должен полляма долларов если они узнают что меня можно дарить все мне кобздос я раздевался ну это же прикольно хорошо давайте эти по прикрою и ты будешь типа а-ля бык окей отлично отлично да товарищ полковник копаем да уже вызвали на допрос да ну дело в том что мы декларацию проверили там все чистенько да но есть у нас одна зацепочка будем работать в этом направлении так точно до свидания товарищ полковник доброго дня вызывали о крутоделов егор григорьевич здравствуйте я как критики узнал сразу до вас а надолго вы меня вызвали потому что у меня там работа и не початый краг и я ж на благо государства и день и ночь и день и ночь у нас как раз есть несколько вопросов по поводу вашей должности а шо какие могут быть вопросы я чист як слеза я к дороге перед приездом президента для приватбанка перед национализации вот по этому вопросу у нас есть сомнения по привату да у меня тоже самое нет по вам а по мне а шо по мне mogę могу сдать анализы там пописать хочу прямо им надо надо ну стадион так стадион а Так, послушайте, у нас есть одна информация о том, что вы живете не по средствам. Кто я? Да вы что? Да подивите на меня. Я приехал сюда на метро, я рубашку доношу за братом уже пятый год, а он ее купил в секонд-хенде. А живем мы в семером в однокомнатной хрущевке, причем уже аренда. Да-да-да-да, мы читали вашу декларацию. Чуть не прослезились. А я, когда я писал, прямо плакал. Может, вы еще голодаете? Есть немножко. А вот это вот что такое? Что это? Это я пухну, пухну с голодовки. Каждый день по килограмму пухну и пухну. Ну понятно. Лучше присядьте, наверное, чтобы вы сознание не потеряли. Может, я постою? Нет-нет, присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо. Так вот, у нас есть сомнения о том, что вы живете по средствам, так сказать. Какие могут быть сомнения? Я вам скажу, я бедный. Я такой бедный, что мне даже субсидию не дали, потому что они хотят плодить нищету. А нам кажется, вы не такой бедный. Да. Это правда. Я еще беднейший. Я с собой приукрашаю немножко. А на самом деле я же по три раза чайные пакетики заварю. Смываю через раз со собой. Ну да, ну да. Да, да, честное слово. Я единственный, кто остался должен перевать банку вот после национализации, представляете? А у нас есть информация о том, что вы коррупционер. Кто я? Кто вам так и сказал? Мизам Петренко. Вот кто коррупционер. Так и запишем. Не, ничего записывать не надо, я чего наказал. Но у нас есть информация из достоверных источников. Я каких-то вот достоверных. Сейчас стики фейки. Я вот, например, одного дня бачил яка из Еленского, сбывая КамАЗ, а на следующий день он уже сидит с Макроном. У нас информация из соцсетей. Конечно, достоверный источник. Я вот в соцсетях читал, например, что все работники НАБУ бисексуалы. Если я кого-то убедил, я извиняюсь. Я сегодня же этот пост с фейсбука удалю и напишу опровержение. Вы шо? Знаете, когда мы начали расследование, мы заглянули на вашу страничку в фейсбук. И шо? Ничего. Потом мы заглянули на страничку в фейсбук вашей жены. Да. А там всего две фотографии. Челлендж 10 лет назад. А потом мы заглянули в инстаграм вашей любовницы. Можно водички? Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, продолжим. Спасибо. Вы знакомы с гражданкой Яна Бьюти Лав? Яна Бьюти Лав никогда в жизни не слышал такого. Странно. А ведь это ваша секретарша. Правда? А я знаком с Яной, секретаршей, то пришла до меня еще гола, босса, неграмотна. Не читати, не писати, не умею. Я же всему научил. Я ей отчистил, откормил, отимел. Вот. И мел отучил ее грызть. Потому что железа не хватало в организме. Кальция? Кальция, кальция. Точно. В голове не хватало у нее. И грызла мел. А я отучил. Вот так вот. Ну так откуда у девочки четырехкомнатная квартира в Киеве? А я не знаю. Может, дала держава. Она стояла на черзе, как малоимущая. А держава про малоимущих дбая. А у нас есть подозрение, что это вы о ней дбаете. Да шо, я никогда дбальством не занимался. А вот на этой фотографии, что за подпись? А, смотрите. Мы с Бусей нюхаем кокос. Значит, по-перше. 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 А по-друге. По-друге. По-друге, это не я. Это не я. Это фотомонтаж. И даже если представить, что это я, то шо тут такого, что людина в сорок років перший раз в житті пробує, и даже не пробує, а нюхає якийсь орех. Да, но тут нет ореха. Здесь просто горстка порошка. Это кокосова стружка. Так, хорошо. А вот эта фотография, вот вы на Мальдивах. То не я. Да. А что ж под фото она написала? Я и Буся. Вона свободна женщина, вона може делать, шо хоче. Я и Буся – это три разных слова. Ось, бачите, яка вона неграмотна. Як стелька, вообще. А что ж в эту неграмотную прям в засос целуете, а? А у нас законам не запрещено целовать неграмотных. Вот я и воспользовался своим конституционным правом. Так. Хорошо. Идем дальше. Что вот это за фотография? А? Хотите сказать, что это фотошоп или что? Да, конечно, фотошоп. Ну, посмотрите, это вообще не я. Вот они сейчас все, что угодно могут подделать. Вот, например, могут сделать фотку, да я с ней голый, купаюсь в душе. Пожалуйста. Вот я прошу и говорил. Вот, а ють научилась сейчас работать. Як настоящая фотка. Это видео. Посмотрим? Не надо. Не надо. Не надо. А вот посмотрите сюда. Вот Яночка держит так на ладошке новенький Феррари и подписывает эту Феррари подарил мне мой Егорчик. А вот, смотрите, она вот тут на ладошке держит солнышко. Что солнышко я ей тоже подарил. А вот тут на ладошке она держит какой-то белый порошочек. А вот это уже криминальная статья. С каких пор криминальная статья стирать? То есть вы хотите сказать, что вы покупаете стиральный порошок в граммах? Да, денег нет совсем. кто-то сорочечку просернул, пошел, просернул, пошел. Бедненькие, бедненькие. А тут вы на килограмм насобирали, да? А, то ж борошно. Мы на великодень той пасхи робили, пекли, пекли, пасхи до сих пор пекли, пекли, пекли. Вы с Яной раз в 30-70. Так бывает. И выиграла цю яхту. Что тут такого? А вот здесь вы подкуриваете кубинскую сигару пачкой из 100-долларовых купюр. Так, то ж, коли было, подивиться на риг, тоди еще доллар по 5 был. Тоди все так робили. И это вообще челленджи. Я его просто запустил. Хорошо, вернемся к вашей любовнице. Это вы где с ней? В Затоке. Да? А что ж геолокация показывает, что это Дубай? Вот то ж сейчас так в Затоку забацало, что даже Google да, даже Google определяет и как Дубай. Но здесь хештег я люблю Дубай. А кто ж его не любит? Особенно, когда ты отдыхаешь в Затоке. Ладно, хорошо. Вот вот эта фотография, обратите внимание. А что тут такого? Она тут просто голая, никаких украшений, ни яхты, ничего, не Дубая даже. А грудь? А что, нормальные цицкие, а что? Хорошо. Вот 17-й год, вот 18-й, вот 19-й. Грудь растет прям как на дрожжах. Капуста? Почала есть капусту, и я поперла в ней, и там все. А что же она подписала под фотографией? Моя грудь и ее спонсор. А то не я. Не вы. И это не вы. И это не я. И это не вы. А это реально не я. Те кто такие? Вот, вот кто и ее тайный меценат. Проверял ее, а? Проверяли. Это ее отец. Мафиози. Учитель истории в Задрыпинске. Плохо копаете. Там наверняка школьных поборов на миллионы долларов. Там наверняка шторные офшоры. Все, что хочешь у него там есть. Мы проверили, это не он. Та-да, мать ее. Медсестра в том же Задрыпинске. Клофелинщица. Еще и химию направо и налево продает. Люди добрые. Что ж ты так и творится? Нормальных людей сажают, а у таких вот. Да давайте все выйдем на Майдан. Так, прекратить этот цирк. Так, все. Давай, зови эту Яну Бьюти Лав, будем сейчас очную ставку устраивать. Она что тут? Да вы что? Гражданка Бьюти Лав, заходите. Гражданка Вареник. Присаживайтесь. Да ты что, робаешь? Вы знакомы с этим человеком? Ну, конечно, это мой пусть-пусть, Григорьич. Мой митина. Да что вы ее слушаете? Так, помолчите, пожалуйста. Кем он работает? Плотником. Ось, бачите, она навіть не знает, де я працюю. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробней. Ну, пусть я рассказывал, что когда он на своей работе в кабинете министра, там брали с друзьями и пилили что-то. Вот они брали, пилили, пилили, потом ходили в сауну и там пилили. Он вообще такой знаменитый пилильчик. Ты нормально я вообще? Скажите, телефон он вам подарил? Вот этот? Да. Нет, это сама заработала. Показать видео как? Не надо. Хорошо, а вот это колечко с бриллиантом, тоже он? А то не бриллиант, то стекло. Так это что, я все творила ради стекла? Прикинь! Значит так, я хочу сделать чистосердечное признание и показать вам видео, которого нет в Инстаграм. О, спасибо. Посмотрим. Всем привет! Сегодня Буся получил зарплату или, как он говорит, откат. И мы едем на Мальдивы. Яна, удалите. Это сторис, оно автоматически удаляется. Яна, если ты увидят, я тебя убью. Мы с Буся покупаем слона. Яна, удалите. Вот Буся делает дорогу, самую длинную белую дорожку в Украине. Да хорош, сымать. Бусь, а разве можно одному человеку так много бюллетеней бросать? Яна, выйди из кабинки и удалите видео. Вот, а это уже совсем другое правонарушение. Я не понимаю, за что? Я ж тебе одевал, вузы везде, а ты? А че ты с какой-то балалеткой там тусовался, но ты на ВИФе? Я видела ее видео в Инстаграме. Вот как булава рынок, так и осталась. То дочь моя, поняла? Дочь? Ха! А ну-ка, давай зайдем на Инстаграм его дочки. Ой. Папа, кто станет президентом? Да пофиг, кто станет президентом дотя. Главное, что папа все деньги уже в офшор и вывел. Ха-ха-ха-ха. Ну что ж, вот вы и попались, Егор Григорьевич. Айдем, айдем. Йо-моё. А тепер до гарних новин. Після гучного скандалу з парочкою закоханих, міський голова Івана Франківська запропонував усім охочим можливість зайнятися сексом на ратуші міста. Вартість такої послуги 100 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Господи, та я ж просто ляпнув. Та я ж приколовся на цьому Фейсбуці. Щось новину робити. Та шо це за журналістика у нас така? Яна, зайди до мене. Одну хвилиночку, шеф, трішечки занята. Це терміново, Яна. Ага, ага. Так, я вас записала. Ні, на жаль, на 8 березня вже все розписано. Найближча вільна дата 20 квітня, так. Ні, на Пасху ми не працюємо. Боже, шо ви там освячувати збираєтесь? Прошу. Все, ти наговорилася? А тепер піди, подзвони на той канал і скажи, шо вони там всі... Та, слухаю. Ні, з тваринами не можна. А, ви будете займатися з людиною, тваринку просто нізким залишити? Добре, записи. Так, прошу. Яна, шо, жителі нашого міста нормально це сприйняли? Ой, ще як. Вони тільки дізналися, одразу відреагували дуже добре. Та, слухаю. Ой, зараз, шеф просить картку постійного клієнта. Двадцять відсотків на кожен другий секс. Шо казати? А я свідки знаю. Добре, оформлюю вам картку ратушний дзьобарь. Двадцять відсотків на кожен другий секс і тридцять відсотків на день народження. Ага. Ага. Але тільки це вам індивідуальна. Гостям поповній. Прошу. Яна, шо це в нас тут коїться? Шо, шо, шеф, ви придумали геніальний стартап. Який ще стартап? Ніякий... Алло? Оу, єс, єс. Віза, мастер-карт, євро, долари, злоті, біткоїни, злоті? Хм, місту? Хм, 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 місту? I'm so sorry, and where are you from? А, Sweden! I understand. Окей, welcome to Ukraine! Щипнить меня! Шеф, мне никогда не заниматься этими сексуальными забавками. Я знаю, чем заканчивается, это ваше щипнить меня. А мне надо сексом заниматься. Что? Ну, сексом на ратишке. Тобто? Ну, с клиентами сексом. Ой-ой! У меня же голова кругом. Вони ж постійно мені телефонують. Щеф! Треба зробити сайт. Який ще сайт? Звичайний сайт. Людина зайшла на сайт. Заареструвалася. Обрала собі послугу. Оплатила. Ив'я на ратиші! А? Тільки давайте придумаємо назву сайту. Так, я пропоную секс на ратиші. Гоу.ua Гоу.ua? Ти розумієш, що таке гов? Гов – це говернмент. То уряд, якщо там у Києві дізнається про це, вони приїдуть і секс буде не на ратиші, а в цьому кабінеті. І не з тобою, як зазвичай, а зі мною. Добре, тоді я продовжую співпрацю з групами в соцмережах. Якими ще групами? Ну, ці, які раніше назвалися. Мій улюблений Івана Франкізь. Мої чліни міста. А зараз вони переіменувалися. І тепер це… Чпок на ратуші. Шпілі-вілі на головному шпілі. І ратуша… Трахуша. Яка ще ратуша-трахуша? Це якийсь скепець. Там дуже багато питань і пропозицій. От одна з них. Пропонують замінити пам'ятник яєчку, який стояв перед ратушою. Тобто замінити? Ну, як замінити? Доповнити. Як то доповнити? Це ж пам'ятник. Щоб його якось замінити, то треба скликати цілу сесію. Та тут питань на три цілих сесії. От я найголовніший з них виписала. Так. Чи будуть знижки для пенсіонерів? Скільки коштує просто подивитися? Ну так, я просто подивлюся. Яка максимальна кількість учасників? Чи є там кава чи брати з собою? Чи є ратуша Айкос Френдлі? Вибір партнера вільний чи є якісь обмеження за статтю? Ну? Чи допоможе держава з партнером одиноким людям? Що тут в нашому місті стільки спочинців? До речі, дзвонила ваша дружина. Я вас із нею сьогодні записала на ратуші на вечір. Я нікуди не поїду. Добре, тоді я можу вашого водія відправити? Тобто? Ну що він її завіз додому? А, завіз додому. Так, так, можна. Так, а ратушу можу принести на вашу річницю весілля сюрприз, а? Який ще сюрприз? Ти що хочеш мене прославити на всю Україну? На весь світ. Що? До речі, Ілон Маск написав у своєму твіттері, що не буде їхати до музею космонавтики на Житомирщини, а приїти до нас на ратушу. Сам Ілон Маск? Так, бо за перспективами майбутнього прибутку, ваша ідея секс на ратуші обігнала його Теслу. І найглавніше, ми можемо працювати у локдаун. А як у локдаун? Ну як? Ну, за законом, що закривають? Кіно, музеї, ресторани. А про ратушу? Ніць ні слова. Та слухає. А, зараз запитаю. Тут питаю, чи можна 50% заплатити, якщо чоловік один? Тобто один, а що він там буде робити один? О, ні! Звісно, ні! Господи. Вибачте, у нас тільки парні заявки там. Та що ти з ним розмовляєш? Це якийсь збочинець, скидай слухалку! Ще втрачаємо гроші. Треба щось придумати. У нас же у місті дуже багато одиноких людей. Давайте так. Ранкові години для одинокарів. А? До десятої. Тобі потрібен психіатр. Точно. О! Дивись. Вже приїхали. Доброго дня. Я з цієї кашки вибачиваю. Ранок-панок можна, йо? Йо? Добре. Тобто забирайте її. А, ні-ні-ні, шеф. То до вас. Це головний лікар нашої поліклініки. Він записувався. Прошу. Я до вас, пане мер. Свій, до свого, по своє. Йо? Так, так, так. З якого приводу? Я, Алярмово, приїхав сюди до шпунту вирішити питання посадчання нового обладнання, йо. А, слухайте, ви дуже невчасно зараз. Ковід-фонд пустий, грошей немає. Тож, приходьте через рік, а краще через два. До побачення. Ні-ні-ні, ні. Нам гроші не треба, йо. Ви тільки дайте добро, а ми вже своїми силами все впораємо. Тобто своїми силами? Ну, як то? Ми, за вашим прикладом, дозволимо усім бажаючим у вашій лікарні займатись сексом за гроші. Сексом? Ну, тобто, робити йооуі, іоооай. Робити йоі у лікарні? У нас, до речі, у лікарні на даху є ... Є? Оранжерея. Оранжерея. Оранжерея, зимовеста, скринений дах. Там так файно робити, йой. Я це особисто перевірив. Лежишь такий на зорі, дивишься, он там тебе умшляк робить, йой. Слушайте, лікарю, вам самому потрібен лікар. Так у меня є лікар. Ша? Така чичка, йой. Ми ж, до речі, на даху там перевіряли зорі. Я вам кажу, у нас такий потенціал. У нас дуже багато моцних, файних дівок-медсестер. Кремязних хлопів-медбратів. Багато вільних коїк. Ми взагалі-то народжу ніж в місці підняти можемо? Лікарю, моя відповідь – ні. Ви не розумієте. Якщо ця тема вистрілить, ми самі закупимо телевізори, кондиціонери в палати, нові ліки, обладнання нове закупимо. По роках? Ні, і ще раз ні. Ааа, зрозуміло. Собі все захапати хочете? Дірвався до бабу лесу, як дурний до мела. Диви, як я воно хапав собі віджер. Нічого. Я піду до міністра, у міністерство. Міністр наш полюбляв всякі сексуальні дурнощі, йо. Яно! Лікарю, я вас проведу. Не треба, він сам знайде вихід з будь-якої ситуації. Іди сюди. Дурний дошу не боїться, йо. Сідай. Сідай. Кажи, то на ратуші вже люди були? Йой. Вже були? А коли вони гроші платять? Поки що на мою картку скидають. З призначенням платишу секс на ратуші. Знаєте, але деякі просять чек. Ну, люди у відрядженні, їм треба в бухгалтерії звітуватися. А що, багато вже зібрали? Йой. Достатньо, щоб поруч також побудувати ратушу. Але наступну ратушу треба утеплити. Угу. Утеплити? Угу. Ну, давайте будемо роздавати пледи. Давайте уфошки поставимо. Давайте глінтвейн будемо наливати, як на ярмарку. Угу. Що ти пишеш? Я записую за вами. Ти що зглузду з'їхала? Я тебе троллю. А я цілком серйозна. Це дуже гарна ідея. Господи боже ж ти мій. А ще треба підлогу поміняти. Знаєте, зробити її м'якішею. Бо каміння. Угу. Поміняти підлогу? Угу. Ти розумієш, про що ти кажеш? То історична пам'ятка 18-го сторіччя. Я вибачаюся, але ваша... Історична пам'ятка дуже тисне у попу. Угу. У мене навіть синці залишились. Ти що, там вже була? А як ви думаєте? Я продаю людям не саме що? Ви не хвилюйтеся. Я запущу проєкт і віддам його департаменту молоді та сексу. Угу. У якому департаменту? Ну, молоді та сексу. Що? Ну, раніше він називався молоді та спорту, але у нас в Україні набагато краще і з сексом, аніж і спортом. Так, ви... Ви тут всі зглузду з'їхануть. Тікай звідси. Зараз я подзвоню батюшці, скажу, щоб він прийшов та освятив. Це місце. І на цьому все закінчиться. Алло, доброго дня. Отець Стефан, це мер турбує. Слухайте, а ви зараз де? Як на ратуші? І з матушкою? Поломників привели? А як же, там ж не зручно. Там ж місця мало. А ви у Львові? Тобто не у нас на ратуші. Ні-ні-ні, нічого. Я потім передзвоню. Відпочивайте. Ось сюди. Так. Хто питає? СБУ. Мене не може. Вибачте, я, на жаль, зараз мера немає. Що йому переказати? Що гарна ідея секс на ратуші? Добре, передам. Хочете замовити групову заявку? Та-та, записую. А скільки вас людей? Ого. Я тоді вас запишу у три етапи. Ага. Для держслужбовців у нас знижки. Та. Вітаю вас, пане мер. Вітаю. Я з приводу сексу в школі. Що? Ні-ні, іще раз ні. Так, так, іще раз так. Так, зрозумієте, я більше не хочу клянчити у батьків на ремонт та штори. Я хочу, щоб вони добровільно і з задоволенням за це платили. Як ви це собі уявляєте? Я все порахувала. Значить, на ремонт школи нам потрібно десь 10-15 актів. Актів? Так. Ви згрусно з'їхали. Це ж школа, там діти. І вихід є. Оголошуємо карантин. Зараз це взагалі не проблема. І всі класи вільні. В учительській дорожче. У директора подвійна ціна. А з директором... Стоп! Ви, ви чуєте себе? Що ви таке кажете? Ви наша альма-матер. Ви храм науки. А буде трах науки. Так, ну, ці-ці-ці. О, сходи, боже, члі. Доброго дня, пане мер. Доброго дня, я до вас з пропозицією. Нам треба зробити ремонт у храмі. І ви туди ж? Що ж секується? Ви що, хочете сексом займатися у церкві? Ви ще продавайте послугу, потримати свічку. Але я мав на увазі гроші з бюджету. А, тобто, ніякого сексу у церкві не буде? А вам я раджу прийти у храм, сповідатись. Я прийду. Вибачте, вибачте. О, ой. О, ой. О, ой. Ми це все обридло. Пиши указ. Ага. Указ мера. Від сьогодні на ратуші та в будь-яких інших закладах місця секс заборонено. Все. Ага. Так а що робити з дірою в бюджеті? Це не твоя діра. Я з цією дірою якось сам впоруюсь. Якщо не розумом, то своєю дупою закрию. Так все, іди працюй, іди. О, своди боже ж мій. Через одну необережну фразу стільки галасу. Кошмар. А тепер до гарних новин. За заявою міського голови Івано-Франківська, він готовий власною дупою закрити діру в бюджеті. Та я ж не це мав на увазі. До мерії міста вже вистроїлася черга з представників ЛГБТ-спільноти. Що? Яно, Яно, зайди до мере. Подзвони на той канал. Скажи, що вони там всі очмані. Що це, це з каналу? Це президент. Щось придумай. Та. А мер зараз сережки поїхав к дружині купляти. А, так. А ви дзвоните з приводу секс-на-на-на-на-тащі? Я зараз подивлюся, куди вас записати. А, вам потрібен мер. Я навіть не знаю, скільки вам це буде коштувати. Просто напишіть суму. А в гривні писати чи в євро? Вибачте, Аврій Ніченків. А, вам просто поговорити. Ти, так сюди. Алло, так, слухаю. До доброго дня. Так. Так. Дякую. Добре. До побачення. Що? Сказав, що це гарна ідея в наші важкі часи. Що такі люди, як я, йому потрібні у Києві. Сказав, приїжджай, будемо обговорювати всеукраїнську програму «Велике трахівництво». Каже, у нього і місце класне є під куполом Верховної Ради. То що, може я поїду? Куди? Ну, я куди, до Києва. Допомагати своїй державі. А, а я? Так, сідай. Тепер ти, мій зам. У тебе від ратуші 20%. І, щоб коли я повернувся, ратуша була відремонтована. Добре. Коли ви повернетеся, то 10 таких ратуш буде. Йойсь! Все, давайте, давайте! Тереш! Вікусь. Да. Ну, зачем тебе так грудь, а? Ну, к чому вона? Я, взагалі, кредит на машину брав. Тôi, пойми, це не для мене. Це для тебе подарок на день рождения. Ты всегда говорил, что хочешь во время этого хоть за что-то подержаться. За такие деньги я готов продолжать за грелки держаться. Бекусь, слушай, может пойдем домой, а? Может они еще вырастут? Седьмого класса не росли, а тут вдруг начнут, да? Ой, что ты ржешь? Типа у тебя оно там выросло. Во-первых, не оно, а он. Прояви хоть чуточку уважения. Не, ну чуточку, конечно, можно. Но вот твой друг, Сережка, он же сделал жене пластику носа. Так Сережка настоящий мужик. Сам сломал, сам отремонтировал. Но ты тоже сравнила нос и грудь. Я тебе вообще так скажу, что хорошая грудь должна умещаться в ладошку. Ну не обе сразу в одну ладошку. Ну да. Да пойми ты, Шопенгауэр ничего не говорил о том, что его изречение каким-то образом противоречит учению Канта. Что? Конечно, еще Конфуций начал эту теорию. Я с тобой абсолютно согласен. Вот, Вика, смотри. Вот тебе последствия пластической хирургии. Это вы о чем? О глазах или о носе? А, вы про грудь. Это моя вина. Немного перестарался, после операции нельзя слишком жать, понимаете? А, это как типа у машин, да? На обкатке. Ну да, первую тысячу надо очень осторожно. Я понял. Вика, слышь, а может тебе тоже одну сисю сделаем? А на сдачу таврию купим. А чего? Сашка. Ты все равно на пассажирском, тебе одна нужна. Саш. Ты пойми, тебе будет приятно на них смотреть. Че по ним футбол показывают? Че на них смотреть-то? Да зачем тебе еще длиннее ресницы? Такое впечатление, что вы, женщины, этими ресницами в бане меряетесь. Только не надо начинать истерику. Я тоже тебя люблю. Давай не прелюдия, хорошо? Слышь, Викось, Викось, может тебе просто лифчик с пошапом купим? А давай ты будешь тогда пиво пить, безалкогольное. Будешь на рыбалку ходить к нам, в ванную. Будешь любовью заниматься. Все, я понял. Я понял. Все. Аккуратненько проходим. Хорошо. Хорошо. Молодой человек, я думаю, вам пора остановиться. Ну вы же не кенгуру, чтобы на него как на хвост опираться. Кстати, хорошая идея. Идите. И шире ножки, аккуратней со швами. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Силиконовую долину. Доктор, у нас форс-мажор. Да, я понимаю, но это уже 16-я операция, я боюсь повредить мозг. Она говорит, об этом даже не задумайтесь, все в порядке. Скажите, пожалуйста, когда мы? А вы, пожалуйста, подождите. Да сколько можно? Человек седьмого класса ждет. Я так понимаю, вы у нас не были? Нет. С Силиконом дело не имели? Нет. Как не имели? Подожди, я же тебе Силиконовый чехол на телефон дарил. Как? Слушайте, доктор, а подскажите, пожалуйста, вот как они на выходе будут выглядеть? Вот как у нее? А, нет. Как у него? Э! Я тебе сейчас бесплатную пластику сделаю. Не, мужчин, ну вы не обижайтесь, пожалуйста. Ну, просто я плачу большие деньги, я хочу знать, что я получу в итоге. Есть вот что пощупать? Абсолютно резонный вопрос. Пощупать всегда можно, всегда приятно. Вот, пожалуйста, щупайте. Вика, может, ты у мамы сегодня переночуешь, а? А скажите, пожалуйста, вот сколько они стоят? Импланты по 500 долларов, а операция 6 тысяч. Вика, может, возьмем только импланты, а? Саша! И двусторонний скотч. Саша! Ладно, давай жидкие гвозди, это наверняка. Так, перестань. Привет, ущербные. Женщина, вообще-то здесь очередь. А, нет-нет-нет, Мариночку надо пропустить, без нее работа остановится. Я не понял, это что, главный врач? Главный донор. Мариночка, пройдемте, пройдемте, моя хорошая. Слушай, ну тут у них услуги, конечно, это капец. Лифтинг лица. Блефа пластика. Подтяжка кожи лица. Лазерная шлифовка лица. Нифига себе, это у вас какое-то женское СТО получается. Только ямы не хватает. Гинеколог у них в соседнем здании принимает, кстати. А, вот вы как опытный пользователь, вот можете мне сказать, как часто надо ТО делать? Что? Ну там, силикон менять, развал, схождение проверять там. Ну, в принципе, зависит от водителя. Ну, лично я делаю ТО раз в 10 тысяч раз. Ага. Так, если это у нас раз в неделю. Вика, так она нам до 2073 года хватит. Извините, пожалуйста, а расскажите, как это после 16 операций, а? Я вообще-то к вам, девушка, обращаюсь. Вы меня слышите вообще? Слышит, слышит. Просто она сейчас спит. Как, с открытыми глазами? Да, она, когда пытается закрыть глаза, у нее сзади что-то стрёмно трещит так. Ого. Слышь, Викусе. Да. А может, мы тебя просто накрасим, подстрижем там и всё? Это очень заметно будет, вот все эти изменения. Ну, Сашка. Ну, вот, например, ты свою дачу любишь? Вот люблю, конечно. Но ты же сделал ей евроремонт. Ну да. Вот и я хочу евроремонт. А-а-а. Вик, так это тебе не с фасада, это тебе с чердака начинать надо. Это... Ну, я просто, я хочу быть привлекательной, понимаешь? Ну, Викусь, ну вот как тебе объяснить? Вот смотри. Вот, допустим, я покупаю Таврию. Я же не покупаю на нее бампер от Мерседеса. Почему? Да потому что Таврия здесь в Таврии, а на Таврии и останется, понимаешь? Ну, я хочу быть сексуальной. Ой, вот как-то и хочется, и колется. Я прошу прощения, что встреваю, но если есть сомнения, лучше остановиться сразу, иначе потом затягивает. Вы знаете, я как-то уже и мемена даже придумал. Зита и Гита. Ой, Сашка, а давай мы заодно твоего Мэтху на чакраборте увеличим. Так. Силиконы, это круто. Ага. Вы не обращайте внимания, она иногда во сне разговаривает, да. Ага. Мариночка, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Да, проходите и идите в Макдональдс, восстанавливайтесь. Ого. Ну, кто у нас следующий? Мы, мы, мы. Я следующий. Доктор. Я, я по скорой. Простите, а что такое у вас срочного? У вас нос, уши? У меня, собственно говоря, комплексный заказ. А, ну тогда рассказывайте. Рассказывайте. Тут надо смотреть. Значит, товарищи, если у кого есть крестик, лучше наружу. И Библию возьмите в руки. Ну все, готовы? Да чем вы можете нас испугать? Натусечка, ласточка, заходи. Вот она, моя сладкая. Вот она, мой. Гормональный сбой пошел, а. Натуся. Она меня просто плохо видит, понимаете. Натуся, здесь смотри. Она еще плохо слышит у меня, понимаете. Надо на мясо, на мясо, на запах, да. Идем на запах, ласточка. На запах идем, отлично. Прекрасно. Прячем мясо. Боже, какая ты у меня красивая. Вика, да ты у меня вообще фотомодель. Доктор, надо что-то решать. Я начинаю трезветь. Ну. Я смотрю, глазки большие. Это просто стринги очень жмут сегодня. Мужик, мужик. Да. А что ты ее просто не бросишь? Бросишь? Что? Бросишь ее? Мою секулечку. Усичку, мой лад. Да бросить ее. Это же расстроить ее отца. 56 место в Форбсе. 3 миллиарда в год доход. Да. Это ж надо так деньги любить. Сережа со мной не из-за денег. Сережа со мной по любви. Да? Ротик закрой пока. А то здесь не проветривается помещение. Я прошу прощения. А что вы хотите поменять? В ней? Ну что, в ней ничего. Я уже пробовал. Через месяц все возвращается. Поэтому лучше мне. Натяните глаза на... Для начала на затылок давайте. Чтобы как-то взгляд на жизнь был более, так сказать, хороший. Радостнее смотрелось. Но, может, все-таки мы поработаем с супругой? Я, правда, тоже не знаю, с чего начать. Сережа, поцелуй меня! Ты моя сладкая. А, губки накрасили. Помада жрала просто. Не углядел. Слушайте, а вы не можете сделать, чтобы меня просто парализовало по пояс прямо? Нижнюю часть. Чтобы хоть оправдание было какое-то. Понимаю. Давайте пройдемте на анализы. На анализы? Анализы! Анализы! Анализы она любит. Пойдем, тебе там целый горшок анализа дадут. Да! Пошли, Масад. Анализы! Хорошо, что ты все это время спала. Доктор, так а нам куда? Да, вы идите в 10-й кабинет, будем оформлять возврат. Пойдем, пойдем. Пойдем, осторожно. Вы меня надолго с ней не оставляйте, прошу вас. Эй, секундочку, я иду. Господи, я не хочу туда. О, Господи. Вика, слушай, пойдем домой, а? Я же тебя полюбил такую, как ты есть. Такую плоскую. Утонченную. Такую коротконогую. Миниатюрную. Такую дурочку с переулочкой. Да, тут не поспоришь, конечно. Саша. Ну, Викусь, ну ты же понимаешь, что грудь это не самое важное в жизни. Да. Большие сисьи я уже и у соседки потрогать могу, это ж... Таша! Какая соседка? Таша!